2017 год, год столетия революции. В феврале буржуазная, это когда царь отрекся от власти. На этой неделе вспоминали Великий Октябрь. 100 лет со дня революции, сменившей эпоху. Либералы называют его переворотом. Вслед за буржуазной революцией в России пришла революция большевиков. Революция, которая свергла либералов-социалистов в лице кадетов, эсеров и других меньшевиков. Победил курс большевиков во главе с Лениным. Хотя сейчас и роль Ленина считают все больше условная. Он лишь воспользовался тем, что заполучил то, что подготовили троцкие и решительно настроенные пламенные революционеры. Наступил октябрь. Октябрем в советские времена коротко и любовно называли революцию, которая по старому стилю произошла 25 октября. По новому же день приходится на 7 ноября. Старшее поколение, конечно, помнит главный праздник страны – красный день календаря. Общесоюзная демонстрация, шествие, праздник с кумачевыми стягами и транспарантами. Слава октябрю! Славу воспевали новому строю, новому курсу в соответствии с решениями съезда КПСС, коммунистической партии СССР. Когда-то с риторикой о политической смене и социальных переменах, о всеобщем равенстве, выплеснулись водой и ребенка. Демон революции начал пожарать не только врагов, но и своих детей. Дагестан вслед за остальной Россией погрузился в гражданскую войну, а затем в пучину репрессий и гонений на всех инакомыслящих. Монархический режим, более или менее либеральный к мусульманам, сменился тоталитарным строем большевиков. Американский Белый дом сообщает о 100 миллиона жертв всех коммунистических режимов. Кажется, урок из всех революций таков. Тоталитарные режимы, которые себя считают в праве убивать и насиловать людей, других убеждений, рас, религий и национальностей, не важно, как они называются и каких течений политических блоков и взглядов они придерживаются, рано или поздно окажутся на свалке истории. В Дагестане также вспоминали этот день. Вспоминали не только коммунисты, но и пионеры в школах. О красном дне календаря, а празднике Великого Октября в стране, которая нет в материале Зумруд Гамидова. 7 ноября для всех людей, родившихся в эпоху Советского Союза, имеет особое значение. В этом году Россия отмечает столетие Октябрьской революции. Именно она стала началом создания Советского государства. Революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу огромной страны. В этот памятный день в Махачкале прошли торжественные мероприятия. Коммунисты и их сторонники со всех районов республики приехали, чтобы отметить Великую Дату. Великой Октябрьской Советской Революции! Это такой день памяти, который напоминает людям, что человек может и должен быть свободным. Он должен иметь возможность получать те социальные блага, за которые отдали жизни не только в прошлом веке, в 17-м году, а люди, которые и сегодня, и в Великой Отечественной войне отстаивали эти ценности. Революция – вековое событие, но столь важное, что сыграло значительную роль в развитии всего мира. А помнит ли народ то, что происходило в этот день сто лет назад? Она в свое время сыграла очень большую роль. Люди жили после революции в советское время очень даже хорошо. С одной стороны, лучше бы ее не было, с другой стороны, какие-то народные массы, видно, крестьяне, другие, кого-то эксплуатировали, кого-то, короче, раскулачивали. Мы жили, вот, коммунизм жили мы сами, да, ну, какой-то более стабильность была, какие-то 70-е годы, да, это, конечно, войны были, там, гражданская война была, конечно, очень плохо это. Всегда все могли делать мы, а сейчас что можем? Что, это пенсии нам хватает, что ли? Что, это демократия нормальная сейчас? Октябрьская эволюция, я про нее читала давно, но уже забыла. Какие-то изменения, но подробностей не могу сказать точно. Были изменения какие-то, не могу вспомнить точно. Вынужденная эмиграция дворян, массовые убийства интеллигенции и духовенства. Вместе с тем, после переворота люди получили бесплатное образование и медицину. Даже спустя век не утихают споры о событиях той даты. Сегодня ставится вопрос, стала ли революция 1917 года трагедией или, наоборот, триумфом России. Эти споры общество раскалывает на две противоположные позиции. Одни стараются представить Октябрьскую революцию как большевистский переворот экстремистов, врушившихся к власти. Другие считают, что революция остается знаменательной вехой в жизни человечества, что она имела большое значение, в том числе для Дагестана. Во-первых, она повлияла на весь мировой исторический процесс. Это бесспорно. Она всколыхнула все страны. Можно спорить на эту тему, но факт, что эта революция, конечно же, наложила отпечаток на весь ход мировой истории. Это бесспорно. Кроме того, по мнению историков, революция дала новый толчок для развития образовательной системы в России. В отличие от царского правительства, которое не решало насущных вопросов народного образования, русская общественность активно включилась в поиски путей создания демократической школы. А вот после революции мы дали рево. У нас в основном было духовное образование. Были мектеби, медресе, те, которые давали начальное религиозное образование. Но мы прекрасно понимаем, что овладение религиозным образованием не дает широкий выход на культурный уровень. На самом деле, мы отсталось, наблюдалось во всех сферах. Я уже не говорю о здравоохранении. Однако не все разделяют такое мнение. Если сравнить население и число медресе в Дагестане того времени, уровень грамотности дагестанцев намного превышал грамотность европейцев. И это в дореволюционном Дагестане. Говорить о том, что тогда не было культуры, это неправильно. Тогда была та культура, которая тогда была. Если бы в те времена и кириллицу изучали бы, был бы, конечно, такой же уровень, который сегодня у нас в Дагестане. Давайте, например, с сегодняшнего дня введем в Дагестан китайский язык. И через сто лет давайте будем говорить, что Дагестан был некультурный. Дагестанский народ в лице красных партизан, защищая советскую власть, также доказал свою преданность социалистическим идеалам. И действительно, история полна примеров их упорного труда в самых разных сферах жизнедеятельности, проявленных рабочими и горцами. Наша республика, установив советскую власть у себя, развивалась более опережающими темпами, чем весь Советский Союз. Продукции давала выше. За 10 лет, первые 10 лет советской власти в Дагестане, бюджет республики был увеличен 14 раз. Доходы населения увеличились 8 раз. В этой борьбе выдвинулись сотни крестьян, которые вместе со всем советским народом строили новую, счастливую жизнь. Улубий Буйнакский, Джалалдин Каркмасов, Махачда Хадаев, Кадзимагамед Агасиев. Имена этих людей никогда не будут забыты народами Дагестана. Социалистическая группа, которая возглавляла Махачда Хадаев, это были грамотнейшие, умнейшие люди Дагестана разных национальностей. У них не было этих мелких интересов. Был интерес Дагестан, единый Дагестан, чтобы он был свободен от всяких турок или англичан, от других, чтобы он народу принадлежал дагестанскому народу. Именно после революции произошли коренные изменения во всех сферах общественной жизни. Она навсегда изменила Россию. После победы Первой пролетарской революции Дагестан получил автономию, стало мощно развиваться культура, сельское хозяйство и наука. На новый уровень вышли художественные промыслы республики. Великий Советский Союз не является больше единственной социалистической страной в мире, но он навсегда останется в памяти поколений. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, специально для итогов недели.